Я знаю, я читал ваши книги, и я знаю, что ваш отец, которого вы совсем не знали, был репрессирован. Когда вы об этом узнали? Ну, значит, мать ведь скрывала это, родители скрывали. Когда бабушку спрашивал, он говорит, не спрашивай мать, об этом ей тяжело. Ну, развелись они до моего рождения, вот так я знал. Ну, а потом, и мать жалела нас, и хотела, чтобы мы с сестрой получили высшее образование, а в противном случае, как бы это все было известно, это было бы сделать непросто в те времена. Ну, и вот, когда уже и мама умерла, и бабушка, и дедушка, когда я узнал историю страны, узнал, что эта беда коснулась вообще каждой второй семьи. Каждой второй? Ну, да, ну, каждый третий. Каждый, вообще, это безумие коснулось каждой семьи, потому что еще была ведь и война, была коллективизация, была, были терроры, был ужас, короче. И вот я что-то тоже задумался, а, значит, навело на мысль меня вот что. Значит, отец мой был донской казак, это я знал. И вот бабушка, когда меня, на меня сердилась особенно, она говорила, «О, арестант! Вылитый отец!» Я думаю, «Обожди, если... Если он арестант!» Ну, и, короче, говорю, сестре, давай напиши-ка в Ростов сначала. Ну, и начали мы постепенно. Из Ростова нам пришла бумага. Там Говорухин, Сергей Георгиевич. Ему было тогда... Сколько же лет-то было? В 28-м году. 23 года. Осужденный особым совещанием НКВД. Тройка. На три года концентрационных лагерей за то, что бросил окно... Бросил камень в окно, где происходило заседание деревенской бедноты. Вот. Ну, и дальше немножко все раскрутилось. Потом окончательно-то мы его следы потеряли, но поняли так, что его отправили в Соликамск, сидеть. А как раз мои родители, дед мой, спасаясь от репрессий, сразу уехал на Урал с Волги, чтобы недалеко потом его отправили. в Соликамск, Перезнякии, вот эти там строили... Места лагерей. ...комбинаты. Урал. И, конечно, были одни лагеря. Ну, вот он просидел в концлагере три года, вышел, женился на моей маме, родил сестру, меня тут его уже снова загребли, поскольку уже сидел, уже надвигались эти страшные годы, это ведь шестой, это ведь седьмой, поскольку казак донской, тогда ведь была установка на уничтожение казачества, как класса. Свердлов отдавал, да, распоряжение? Да, да. Это и есть ознаменитый каз.